Президент Турции Эрдоган довольно странная личность. Я лично видел его в Баку, одной из встреч на высшем уровне между Ильхамом Алиевым и турецкой делегацией. По-моему, тогда он еще был премьер-министром. И бесспорно, впечатление этот человек оставляет именно как, мягко говоря, не то что неадекватного, но слишком уж навязанное на свою личность человека. Очень может быть, что у человека какая-то мания величия, что-то такое. Какие-то комплексные полноценности, может быть, в связи с тем, что многие годы его политическая карьера была под большим политическим прессом, мешали ему. Но, может быть, от этого вот такая изменение личности. Но мы видим, что за очень короткий срок он сумел испортить отношения всеми. И с Соединенным Штатами Америки, и с Европейским Союзом, и с НАТО, и с Россией, и с Израилем, и с Сирией, и с Ираком. Но можно еще продолжать. Зачем? Тактики дипломатии, государственной политики могут быть разными. Ты вызываешь конфликт, чтобы через конфликт добиться какой-то цели или решать какую-то проблему. Но быть конфликтом со всеми – это точно полный проигрыш. Турция – большая государство, большая региональная государство. Она развивается очень успешно. Но она, конечно же, несравнима какой-то там Германии или Франции. Но нету таких сил, нету такого авторитета. Ничего такого нету вообще пока. И на фоне этого ссориться всеми – это, конечно, очень плохая политика. И мы видели, что это плохо кончилось. Он не сумел получить никаких результатов нигде. Даже когда есть договоренности, скажем, с Европейским Союзом, они лопаются, они не выполняются. И никакие давления, хитрости Эрдогана не помогают. Поэтому, конечно же, это просто вынужденный шаг Эрдогана, но двигаться как-то, чтобы, так сказать, выйти из нынешнего сложного положения. И мы видим, что есть попытка наладить отношения с Израилем, теперь вот с Россией. Ну и, конечно, мы понимаем, что будет после этого еще попытка наладить отношения и с другими государствами, организациями и так далее и тому подобное. Но все же вреда этот странный характер Эрдогана сумел все же Турции нанести. Не забудем, что за это время он изменил государственный строй Турции. У него есть попытка строить президентскую республику, где премьер-министры и правительство не играют такой большой роли, как сейчас. Он уволил своего очень опытного премьер-министра. И, конечно же, я бы сказал, что мы даже не знаем, увенчаются ли эти попытки Эрдогана успехом. Удастся ли ему выровнять положение, потому что будет же он делать это он сам, а не опытные дипломаты и государственные мужи, которые раньше работали с ним в Турции. Он-то и всех уволил. Хватит ли ему дипломатии, государственной мудрости, характера, чтобы наладить отношения всеми важными игроками на мировой арене. Так что все эти вопросы пока открыты, и будем смотреть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова